На Волыне ГСЧС через суд закрывает школы. Учебные заведения не прошли проверку на соответствие нормам пожарной безопасности. Инспекцию эту Кабмин инициировал после трагедии в детском центре Виктория. Почему спасатели не нашли ни одной полностью безопасной школы в этом районе, разбирались мои коллеги. Сегодня школа номер 13 в Луцке работает в штатном режиме, но вскоре здесь могут приостановить учебу. Все потому, что сотрудники ГСЧС во время внеплановой проверки нашли нарушения. Как показали материалы переверок, там где-то с 2014-2015 годов заходы капитального характера не выполняются. Что значит заходы капитального характера? Отсутна пожарная сигнализация. Обробка деревянных конструкций и гореч не действует. Отсутны первые средства пожарного осенни. Такое количество нарушений вылилось в административный иск. Сотрудники ГСЧС обратились в суд с просьбой остановить эксплуатацию учебного заведения. Мы имеем решение Волинского административного окружного суда от 27 люта, в котором написано, что на звернение ДСНС позов задовольный полностью. И демо про то, что прекратить деятельность научного заклада до полного усунения вымог ДСНС. Все нарушения в учебном заведении по мере средств пытаются устранить. Первым делом решили взяться за то, на что хватает денег. 80% всех порушений, которые считали ДСНС, они усунуты. Оставляется только сигнализация и обработка гореча от пожеж. Самое обладание, которое коштует очень мало, в зависимости от квадратуры помещения, коштует от 80 до 300 тысяч. Обслуживание после взятия на пульт по каждому закладу в месяц будет коштует тысячу. Таких денег в городском бюджете пока нет. Поэтому в управлении образования готовят апелляцию на решение суда. Оскільки по данных корпусах частина порушений, которые были выявлены, працівниками ДСНС уже были усунены. Есть соответствующие документы. Только на Волыне могут закрыть целый ряд школ. Сотрудники ГСЧС намерены судиться еще с десятками учебных заведений. По 30 материалах, которые наданы нам местными подразделами, подготовлены позовные заявки до суду. Это было в прошлом году, в 2017 году. В прошлом году также подготовлены две позовные заявки. Закроют ли школу, теперь зависит от местных властей. Ведь именно они отвечают за безопасность школьников.